Местом проведения семинара у Гомельская область стала невыпадкова. За прошлые 8 годов количество пожаров в приватном секторе. Тут снизилось всего двоя, а людей, которые на них загинули у три раза, значительно меньше стало выпадков, когда у сгорания отбывались по причине дитяческого свободства, тени осторожного обходжения с огнем сбоку дорослых. Или такая ситуация означается не во всех регионах. И это подстава не просто для анализа ситуации, а и для выпросовки больше действенных профилактических мер. За прошлый год у нас количество пожаров увеличилось на 15%, и количество пострадавших, то же самое, пошло увеличение, в том числе и гибели людей на пожарах на 4,5%. Ну, понимаете, за этими процентами ведь жизни людей стоят. Поэтому это очень важно. Ни много, ни мало, а 517 человек в прошлом году погибло от этих причин пожаров. Поэтому было принято решение, чтобы провести вот такую форму семинар, собрать всех заинтересованных. В опыту работы Гоменской области подчас семинару особливая увага. По каждому отзначенному факту, який погрожает здоровью людей, тут проводится детальовый анализ проведенной профилактической работы у тем лику с выездом у районы. Далее оценка роли усих субъектов профилактики и проведение областной нарады у режиме видеоконференции. До становочного опыта региона относится так само работа наглядальных комиссий. Гэта увагуленного ухау нашей области у першиню, створенная крыху больше 8 годов тому, и они допомагают оперативно выражать целый комплекс проблем. Сегодня у Гоменской области день чуть больше 340 наглядальных комиссий. У их складе представники местовых органов улады, внутренних справ, воротовальники, медики, энергетики, газовики, работники социальной службы, установы докации. Такое представительство дозволяет выражать проблемы, якие выявляются оперативно и головно эффективно. У зоны першочерковой уваги наглядальных комиссий состарелые и одинокие люди, инвалиды, шмот детной семьи и семьи, которые находятся в социально-небеспечном становище. Причем головная задача не покарать, а ликвидовать иснующие недохопы. Утымлику с протягнением бюджетных сродков. Таким чином некому допомогли одраматовать печку, некому провести ремонт дома. Выдаются поручения ответственным. Судзащита – это, как правило, установка, оказание адресной помощи, либо помощь в ремонте отопительной печи. Последнее время мы оказывали гражданам на приобретение газового оборудования. Сирот огученных пропанов, больше активная работа с молодью. У первой червы – размолы и диапа. Деянность створенных при подразделениях МНС Центра Беспеки. При этом у деньки семинару не выключаются максимумы с повеличением их койкости. Основу беспечных поводинов необходимо закладать с детинства. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гомель.